От слов возвращайтесь за вторым, которые произносят медсестры, поражая молодую мамочку на выписку, некоторых женщин откровенно передергивает. Шутка ли всего 5 дней, а то и меньше прошло с момента, когда пришлось пережить нереальную боль. Вернуться снова нет, увольте. И даже рассказы подружек, которым повезло родить быстро и чуть ли не безболезненно, вызывают раздражение. Хвастайтесь где-нибудь в другом месте. Почему же так? Тяжелыми будут роды или нет, зависит от готовности родовых путей, насколько шейка матки размягчена, укорочена, проходима для одного-двух акушерских пальцев. Чем шейка матки мягче, цервикальный канал проходим, шейка матки короче, тем родовой процесс происходит быстрее. Поэтому важна подготовка к родам, чтобы все было в норме. Что же усложняет роды? Синдром поликистозных яичников. Это болезнь, которая встречается у 10% женщин. В яичниках образуется множество небольших кист, и это влечет за собой множество проблем вплоть до бесплодия. А если зачать все же удается, то избыток андрогенов сказывается на течении родов. У женщин с гормональными нарушениями матка обычно плотная, шейка матки маленькая. Обычно специалисты готовят будущих мам с такими проблемами к родам заранее. С 36-37 недели беременности им нужна специальная терапия. Размеры таза. Ширина бедер тут ни при чем, речь идет о размерах внутреннего таза. Если он равномерно суженный или узкий таз первой степени, то родовой процесс, естественно, затягивается. Конфигурация головки малыша в этом случае происходит дольше, чем у женщины с нормальными размерами таза. Ребенку сложнее протиснуться через родовые пути. Размеры малыша. Тем больше малыш, тем сложнее роды, особенно если крупный малыш рождается у мамы с узким тазом. При размере плода, к примеру, 3 900 граммов, роды с большей степенью вероятности будут долгими и болезненными. Степень доношенности малыша. Беременность может быть доношенной и переношенной. Во втором случае кости головки ребенка становятся плотными, и это чревато травматизмом и для мамы, и для плода. Поэтому сейчас стараются разрешать роды, когда беременность доношена до 40 недель. На этом сроке большой родничок на голове у малыша еще не закрыт. Кости головы ребенка становятся более плотными к 42 неделе беременности. Преждевременные роды – это отдельная тема, в которой есть свои нюансы. Они тоже могут быть чреваты разрывами промежности и влагалища при родах. Но, как правило, из-за преждевременных родов больше страдает плод. Родовой травматизм чаще встречается у малыша. А мамы, ввиду того, что дети рождаются маловесными, редко страдают от травм и осложнений в родах. Когда голова плода с большим диаметром проходит через рядовые пути, могут быть травмы. Каким женщинам труднее рожать? Кроме проблем, которые можно предсказать, типа размеров таза и плода, бывают и непредсказуемые осложнения. К примеру, в третьем триместре у женщины повышается артериальное давление. Может появиться белок в моче плюс отеки. Бывает и так, что наблюдается два симптома вместе, например, повышенное давление и отеки. Все это очень тревожные симптомы. При подъеме артериального давления при родах могут быть осложнения. У ребенка может развиться острая гипоксия, вплоть до отслойки плаценты в родах, если давление действительно высокое. Поэтому ситуацию нужно постоянно контролировать. Бывает так, что женщина, которую не подготовили к родам, вдруг поступает в отделение с высоким артериальным давлением. В таком случае есть риск острой гипоксии малыша и отслойки нормально расположенной плаценты. Если вовремя провести оперативные роды, то все будет хорошо, но если это острая гипоксия, это может привести к антенатальной гибели малыша. Отслойка плаценты, если не успеть вовремя прооперировать роженицу, это стопроцентная антенатальная гибель. Чтобы всего этого не случилось, нужно регулярно проверять следующие составляющие. Артериальное давление. Регулярно сдавать общий анализ мочи, чтобы не пропустить белок. Следить за прибавкой массы тела во время беременности. Следить за диурезом, чтобы количество жидкости, которое женщина выпивает и выделяет, было примерно одинаковым. Чтобы не было отеков на ногах и руках.